Тюменские медики Сейчас ее жизни и жизни мамы ничего не угрожает Об этом буквально неделю назад к этой теме обратились и федеральные СМИ на федеральном уровне Обо всем подробном нам расскажет гость нашей программы, главный акушер-гинеколог Тюменской области Ирина Ивановна Кукарская Ирина Ивановна, здравствуйте Здравствуйте Я знаю, что вы только что приехали из Москвы, общались с федеральной прессой Расскажите, пожалуйста, как в столице оценили эксперты уровень нашей медицины Ну, вы знаете, во-первых, конечно, было очень приятно, что этот факт был замечен Потому что случилось это все в середине января, уже почти что середина февраля И вдруг это событие стало набирать просто катастрофические какие-то обороты по значимости, по публикациям, по откликам в СМИ И поэтому очень было приятно, что, конечно, откликнулись федеральные каналы, первый канал, телестудия Останкина Сама Елена Малышева очень известна, очень именитый вообще автор программы своей И поэтому, конечно, было крайне удивительно и крайне приятно, когда этот факт был замечен Вот, мало того, что его заметили, его оценили на расстоянии И Елена Васильевна Малышева, невзирая на свою занятость, невзирая на то, что она по всей стране следит за медицинскими и околомедицинскими новостями Сочла возможным бросить все дела и полететь У нее очень плотный график, она на самом деле вечером в одной стране, утром улетает в Израиль Из Израиля возвращается, летит в Татарстан и так далее И она, тем не менее, нашла время для того, чтобы не просто приехать и взять интервью у пациента Или взять интервью у медицинских работников Она захотела реконструировать просто это все событие целиком То есть она сказала, что 100% я хочу увидеть эту глубинку 100% я хочу увидеть эту дорогу, это село, это на самом деле трудодоступный населенный пункт Я все это хочу увидеть Мы ей говорили, что это очень сложная дорога Наши медики, когда ехали, дорога настолько была заснежена, что трактор шел впереди и расчищал дорогу И за ней следовала скорая помощь И сейчас много были снегопада и снова придется вызывать трактор Она сказала, что 100% мы будем это делать, я хочу все это увидеть своими глазами И она привезла очень большую, две съемочные команды И на самом деле реконструкция событий была полной То есть они доехали, не поленились Все добрались до этого населенного пункта, старой Кейшкуль Они побывали в этом доме, они познакомились с родственниками Они не посмотрели на семью этой женщины, они со всеми поговорили К ним выбежала вся деревня, деревня на самом деле в восторге от Елены Васильевны Малышевой Она обаятельнейший человек, она человек, которого знают в стране Ей дарили подарки, ее там какие-то просьбы ей высказывали Ну то есть она со всеми фотографировалась, охотно совершенно И поэтому, конечно, это событие, она была просто восхищена На самом деле она сказала, что это подвиг И из-за того, что она считает это подвигом, она пригласила врачей, которые сделали эту операцию Пригласила в Москву, в студию, на свой канал, на свою программу Жить здорово и здоровье И вот мы вчера на самом деле побывали в Москве, в ее медицинском центре Елены Малышевой И вчера были съемки, и мы давали интервью, и все это видели вживую Поэтому, ну я считаю, что оценка просто наивысочайшая Конечно, когда врачи совершали этот подвиг, они, наверное, на это не рассчитывали Хотя, должна сказать, что это даже не подвиг Потому что это, при том, что в работе акушера не бывает главного и не бывает второстепенного И очень часто второстепенное становится главным Конечно, врачи, которые поехали оказывать эту медицинскую помощь Они не думали, что это получит, ну, такое просто общественное какое-то признание Но, тем не менее, вот так случилось То есть выполнили действительно в труднодоступном районе кесарево сечение Женщин на самом деле нельзя было транспортировать Потому что было кровотечение И оно усиливалось при малейшем ее передвижении Поэтому положить на носилки и везти 170 километров даже вертолетом бы все равно не представляется возможным Поэтому было принято правильное совершенное решение Выполнить операцию кесарево сечения В домашних условиях, дома, на импровизированном операционном столе Бригада, конечно, у нас оснащена полностью и запасами крови, препаратами крови И наркозно-дыхательной аппаратурой И всем тем, что может понадобиться при оказании помощи На самом деле это спасение человека И то, что очень многие сегодня в акушерстве В современном перинатальные центры Или какие-то центры, которые претендуют на такую обучающую роль Они всегда говорят, вы проводите ролевые игры Давайте сделаем такой сценарий Как будто бы раздался звонок на крыльце Как будто бы к вам заходит пациентка И как будто бы вам говорят Кровотечение И давайте засекать время Давайте смотреть, как распределяются роли Давайте будем разыгрывать эту ситуацию Давайте прямо ее в реальной жизни Поэтому очень многие центры это пытаются делать А здесь это получилось, потому что это давно уже отработано То есть это была ролевая игра, прямо жизненная, прямо натуральная Прямо ее никто заранее не проигрывал Но акушеры-гинекологи, анестезиологи, детский реаниматолог Который получил на реанимацию этого ребенка Ребенок, девочка, маленький, очень недоношенный Весом кило 700 Конечно, родился с очень большими проблемами Такие детки не умеют дышать самостоятельно Нужно сделать все, чтобы он был согрет Нужно сделать все, чтобы он не потерял тепло Это очень жизненно важно И нужно сделать так, чтобы он дышал И это дыхание было эффективно Поэтому все эти проблемы сразу легли на плечи врача-реаниматолога детского Ребенка заинтубировали Поместили в классный совершенно кювес Тут же поместили в еще один реанимобиль У нас очень дорогой, очень хорошо оснащенный На средства национального проекта здоровья Реанимобиль детский Там есть специальные рельсы Это транспортный кювес, который просто сопровождает все жизненные функции То есть там можно транспортировать новорожденного ребенка Сохраняя тепло, заданную температуру, параметры дыхания и так далее Ну и транспортировать его в любую точку, что называется Можем ехать 300 километров Поэтому сразу же ребенка поместили И у женщины продолжалась операция А ребенка сразу же повезли в Тюмень Вот на этом отдельном реанимобиле Потом акушерогинекологи закончили операцию Восстановили женщину Потому что так сразу после операции ее транспортировать нельзя Оценили ее состояние Поняли, что ее можно транспортировать теперь И эвакуировали в Тюмень 170 километров, это почти они ехали не очень быстро Вот, женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких Ее привезли прямиком в перинатальный центр И на сегодняшний день мама здорова Младенец набирает вес Еще пока он 1 килограмм 800 граммов То есть мы не можем их выписать из перинатального центра Есть такое правило Недоношенный ребенок должен достичь определенного веса И начать прекратить терять вес Должен начать пребывать в весе Вот поэтому он сейчас в этом процессе Они на совместном пребывании в перинатальном центре Женщина прекрасная Она очень позитивная Ей всего 31 год Но у нее уже 4 детей И это ребенок 5 Она прекрасно относится к детям У нее дети все суперталантливые Действительно там какими-то наделены талантами И съемочная бригада Елена Васильевна Малышева Которая приехала и с детьми общалась Была поражена Они вообще развитые, совершенно современные ребятишки Несмотря на то, что живут в таком далеко И отдаленном населенном пункте Поэтому женщина славится тем, что она Ну как вам сказать Несмотря на то, что эта беременность у нее была не запланированная Тем не менее у нее даже не было мысли избавиться от этой беременности Она была счастлива, что эта беременность наступила И она настолько была, верила во врачей Что когда уже операции Я у Елены Васильевны Малышевой рассказывала об этом на интервью Что уже когда на импровизированном операционном столе Все были готовы И уже готовились вести ее в наркоз Тут была импровизированная шторка И врачи уже надели одноразовые халаты Одноразовые стерильные материалы Обложили все операционное поле И прежде чем вести ее в наркоз Она практически выглянула из-за шторки И сказала дежурному врачу, который выполнял операцию Она сказала, что Елена Александровна, вы не волнуйтесь Все будет хорошо, работайте спокойно Не отможете себе представить Поэтому, конечно, это удивительно Потому что она такая устойчивая, с устойчивой психикой Хотя, казалось бы, еще раз повторяю Живет в далеком пункте, не работает Много сил посвящает детям Муж, по-моему, тоже как-то там у него не очень устойчиво Все с работой В общем, вот такой подвиг на самом деле совершили врачи Действительно, да Мне кажется, и женщина тоже подвиг И женщина совершила Самый огромный подвиг У нее кесарево сечение, это получается единственный, да? Нет, у нее было предыдущее кесарево сечение А сейчас было всего 30 недель беременности Ну, наши врачи уже давно зарекомендовали себя Как одни из лучших, кто может действительно вот такие сложные ситуации разрешать Ирина Ивановна, а вот вообще, как часто происходят в Неменской области такие действительно случаи, такие подвиги, даже если можно сказать Когда приходится врачам принимать роды на дому или в машине То есть, по-моему, в январе тоже случился очередной такой подвиг, когда фельдшер в одиночку роды принял Вот как часто это случается? Ну, вы знаете, сказать, что это очень частое событие, я, конечно, не могу Хотя на сегодняшний день каждый медицинский работник, заканчивая, получая высшее образование Или даже среднее медицинское образование, должен иметь один главный навык Он должен уметь принимать вне больничные роды Вне больничные, это значит машины, дорожные, просто в приемном отделении общей больницы Да хоть где, хоть в дороге, хоть на поле, хоть около стога сена и так далее Называются вне больничные роды Поэтому сегодня, как бы, система высшего образования, система среднего специального образования Просто ставит это главным условием Среди определенных навыков, сердечно-легочная реанимация, интубация трахеи, допустим Или пункция, катетеризация вены в неотложной ситуации И вот точно так же вне больничные роды уметь их принять и понимать Из каких этапов они складываются, что важно при родной разрешении Какие могут быть осложнения и как с этим осложнением бороться элементарно И чем оснащена сегодня и бригада скорой медицинской помощи И бригада фельдшерско-акушерского пункта Вот эти знания сегодня являются основой основ И сегодня каждый, что называется, доктор, он заканчивает Тюменский государственный медицинский университет Он заканчивает его как семейный врач Но обязательным условием его аккредитации является умение провести вот такие вне больничные роды Это к не больничным родам и должны быть готовы всегда Любой врач любой специальности Будет это окулист или будет это травматолог, неважно Человек должен понимать, как происходят роды И какие грознейшие осложнения могут быть в процессе родов И как с ними бороться Поэтому это частым событием не назовешь Но однако домашние роды – это эксклюзив Дорожные роды – это неожиданность Которую кто-то там, может быть, не просчитал Роды были стремительными Поэтому сказать, что это прямо частое-причастное событие нет, не могу Ирина Ивановна, мы сейчас преремся на небольшую паузу и обязательно продолжим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова